Добрый вечер, вы смотрите новости на телеканале СБС в студии Телли Гусейн Задея в начале коротко о главном. Ситуация с соблюдением прав человека в США в ряде ключевых аспектов продолжает ухудшаться. Между тем, в Вашингтоне, забывая о своих проблемах, продолжают критиковать ситуацию в других государствах и даже пытаются ставить им своеобразные диагнозы. Петербургский климатический диалог в этом году создаст условия для дискуссий между министрами из 40 стран по вопросу международной климатической политики в рамках подготовки конференции КОП-29, которая пройдет в ноябре этого года в Азербайджане. В рамках программы «Великое возвращение», охватывающей 2022-2026 годы в Джабраильском, Губаблинском и Зангеланском районах будет создано три города, 24 деревни и 5 поселков. Сообщил спецпредставитель президента Азербайджана. 40 тысяч человек вернутся туда уже на постоянное место жительства. Нитаньяху ставят под угрозу безопасность всего региона, включая своих собственных граждан, ради продления своей политической жизни. Об этом заявил президент Урти Раджептай Пардуган на совместной пресс-конференции в Анкаре с президентом Германии Шанмайером. Баку занял третье место в рейтинге самых инвестиционно привлекательных городов, составляемым подразделением Financial Times. При его составлении учитывались данные на рынках частного капитала, условия и динамики вложений в число новых рабочих мест. Находившись с государственным визитом в Азербайджане, президент Кыргызстана Садыр Жапаров посетил Физулинские и Агдамские районы. Президенты Азербайджана и Кыргызстана осмотрели разрушенные места города Физулия, ознакомились с генеральным планом. Президент Кыргызстана был проинформирован о разрушениях и актах вандализма, совершенных оккупантом Армении на территории Физулинского района на протяжении 30 лет. Было отмечено, что руины разрушенных зданий будут сохранены в планируемом к строительству Физулинском мемориальном комплексе. В комплексе будут созданы музеи оккупации и победы. В Агдамском районе главы государств побывали в крепости Шахбулак, ознакомились с Агдамским конференц-центром, с работами, проводимыми во дворце Панахалихана и комплексе имморят, а также приняли участие в открытии после реставрации Агдамской джума-мечети. Под предлогом защиты демократических ценностей Вашингтон продолжает попытки вмешиваться во внутренние дела других стран. Госдеп США представил очередной отчет по правам человека и на этот раз в документе больше лжи, чем правды. В чужом глазу Саринку видит, в своем бревна не замечает. Эти слова наилучшим образом могут охарактеризовать нынешнюю политику Вашингтона. Госдепартамент США опубликовал ежегодный доклад по правам человека. Американцы, забывая о растущих проблемах у себя в стране, продолжают критиковать ситуацию в других государствах и даже выносят им вердикты. В экспертных кругах доклад Госдепа США уже давно называют инструментом политического давления. Под вывеской пропаганды демократических ценностей Вашингтон пытается сохранить свое доминирование. Госдепартамент США демонстрирует предвзятые отношения в том числе к Азербайджану. Вашингтон все время представляет в ложном свете ситуацию с карабахскими армянами, часть из которых добровольно покинула азербайджанские территории. А остальные продолжают жить в регионе Азербайджана. В Америке за нарушение прав человека выдают и задержание бывших главарей самораспустившегося сепаратистского режима в Карабахе. Но почему-то они задаются вопросом, сколько мирных азербайджанцев пострадали от действий этой преступной шайки. Неудивительно, что предвзятый доклад Госдепа публикуется в годовщину так называемого геноцита армян. Я думаю, тут постаралась армянская диаспора, которая традиционно в преддверии этой даты пытается очернить Азербайджан и Турцию. Вызывает серьезные вопросы и сам процесс подготовки доклада. Документ был составлен на основе информации, полученных из американских дипломатических представительств за рубежом и ряда публикаций в СМИ, говорится на официальном сайте Госдепа. В федеральном органе США утверждают, что сотрудники ведомства перед публикацией доклада анализируют данные, но опираясь на собственные источники. Иными словами, доклад зачастую является умозаключением группы некомпетентных экспертов и аналитиков, работающих на правительство США. Доклады Госдепа США всегда представляют выгодным в свете только те страны, которые безотказно выполняют директивы Белого дома. Всеми так известно о частых беспорядках в Штатах. Вспомните, к примеру, недавнюю ситуацию в Техасе. США также молчат о ситуации во Франции. Там что ни день, то митинги. Миллионы людей жалуются на правительство Макрона, но в докладе Госдепа Франция не подвергается критике. Почему? Потому что это не в интересах Вашингтона. Тем временем Азербайджан активно использует все площадки для доведения своей позиции до мирового сообщества. Председательство Азербайджана в движении неприсоединения усилия страны по борьбе с колониальной политикой в мире оказывались более эффективными, чем бесконечные, далекие от реальности доклады США. Тем временем факты свидетельствуют о том, что ситуация с соблюдением прав человека в США в ряде ключевых аспектов продолжает ухудшаться. Массовые беспорядки там уже давно стали делом привычным. Штаты сотрясают скандалы, связанные с расовой дискриминацией, произволом полиции, жестоким обращением с заключенными. Нередки случаи сексуальных домогательств. США пытаются читать миру лекции о правах человека, но при этом скромно умалчивают проблемы в этой области, в собственной стране. Кроме того, в докладах Госдепа никогда не упоминались удары США по Ираку, Сирии, Йемену, Сомали. Хотя в результате действий американских военных погибли сотни людей. Кроме того, Вашингтон потворствует грубым нарушениям прав человека на территории сектора газа. Особенно смехотворны заявления США о необходимости соблюдения в ряде стран свободы слова. В самих американских СМИ нередко жалуются на то, что правительство постоянно вмешивается в общественное мнение, полностью контролируя ряд средств массовой информации. Среди тех, кто критикует американскую цензуру, есть и миллиардер Илон Маск. На днях он заявил, что хочет профинансировать сбор подписей в защиту свободы слова в США. По его словам, американские граждане даже не подозревают, в какой мощи обладает государственная цензура в Штатах. Тема продолжим с нашим гостем. Чингис Мамедов, независимый эксперт, к нам подключается. Добрый вечер. Чингис Мамедов, вызывают серьезные вопросы, конечно, и сам доклад, и сам процесс его подготовки. Почему в докладе Госдепартамента США всегда представляют в выгодном свете только те страны, которые безотказно выполняют все директивы Белого дома? Ну, прежде всего, надо сказать, что такие документы являются политическими документами. И как человек, который учился в США, провел два исследования в США, я знаю, что Вашингтон это, в общем-то, сфера, где работают лоббистские организации. В США лоббизм по закону позволяет, то есть лоббизм это законная деятельность. Я здесь сравнил бы закон о лоббизме с законом, скажем, о наркотиках уже в большинстве европейских стран. То есть не смогли бороться с этим, поэтому решили, что узаконить лучше, чем запрещать, чтобы хотя бы какая-то прозрачность была. Но лоббизм это законная деятельность Соединенных Штатов Америки, и Вашингтон это то место, довольно небольшое, кстати, пространство, небольшое политическое пространство, поэтому, имея хорошие связи, имея хорошие деньги, имея хороших людей, хороших, в кавычках, можно добиваться своих целей. Это первое. Второе. Соединенные Штаты Америки сами меняются. Я должен сказать, что даже со временем моего первого, скажем, приезда в Соединенные Штаты в 1995 году, когда я поехал учиться в магистратуру, Соединенные Штаты 1995 года, после распада Советского Союза, и Соединенные Штаты сейчас, это два разных государства. Это не одно и то же государство, с моей точки зрения. Потому что всякое вот такое государство, большое государство проходит в своем развитии разные этапы. Было время, когда Соединенные Штаты, скажем, ко времени Второй мировой войны, когда, значит, вот Черчилль, Рузвель и Сталин встречались, есть документальные свидетельства, Ялтинская встреча, потом Тегеранская встреча, значит, очень часто позиции Соединенных Штатов и Советского Союза, Рузвельта совпадали и шли в противоречии с позицией Черчилля. Почему? Потому что в это время Англия была такой явной империалистической державой, а Соединенные Штаты были такой страной, которая боролась за ценности, стояла на ценностях. Я здесь хочу вспомнить даже вот знаменитые 14 пунктов во время Первой мировой войны Удра Вильсона. Но с развитием страна становится менее демократичной и более империалистической. И мы это увидели в начале 20 века, вторжение в Рак, в Афганистан и даже внутри Соединенных Штатов происходят процессы. Конечно, в Соединенных Штатах было очень сильное демократическое движение, скажем, в 70-е годы, когда движение негров, ну чернокожие нити нельзя использовать, чернокожие за свои права, права каких-то других меньшинств, джендерные вопросы. Теперь, к сожалению, очень часто эти ценности используются как орудие политического давления. И если добавить к этому лоббизм, то это приобретает очень нехорошее качество. Получается, что какие-то группы внутри Соединенных Штатов могут влиять на отношения Соединенных Штатов с другими иностранными государствами. Конечно, у меня не было слишком много времени, чтобы ознакомиться со всеми деталями этого отчета. Но, читая его, у меня, во-первых, я хочу отсечь сразу все, что касается наших отношений с Арменией, все, что касается Нагорного Карабаха. Это настолько выдумано и высосано из пальца про блокаду, про какие-то там, я не знаю, ущемеления. Азербайджан предлагал альтернативную дорогу, был готов снабжать и продуктами питания, и медициной, и всем остальным. Это был добровольный выбор армянского населения Нагорного Карабаха, как отказаться от помощи Азербайджана, а впоследствии и, в общем-то, уйти из Нагорного Карабаха, покинуться. Это, в общем-то, более-менее был мирный процесс, я это оставляю в стороне. Теперь, переходя к другой части, знаете, здесь я вспоминаю, был такой рассказ, значит, кажется, венгерский писатель Фильдеш Каренте, у него есть небольшой такой рассказ, очень небольшой, ну, вы знаете эту историю про Иисуса Христа, когда его, так сказать, поймали, и Понтий Пилат должен был принять решение, так сказать. А в это время поймали двух преступников, Иисуса Христа и, значит, варабу. И, значит, на следующий день толпа на площади должна была решить, кого отпустить, а кого, так сказать, казнить, кого помидовать. И рассказ очень маленький, буквально несколько страниц, ну, два-три страницы, и там, значит, они сговариваются, что они ночью, значит, что они придут на площадь, когда, значит, Понтий Пилат и его помощники спросят, кого отпустить, что они будут кричать «Иисус Христос», они договорились, но они приходят на площадь, они начинают кричать «Иисус Христос», но когда эта вся толпа кричит, это звучит как вараба. То есть вот этот репорт, наверное, если взять его отдельные качества составляющие, там наверняка есть истина, есть правда, есть нарушение человеческих прав, но если брать целиком картину, вот это, это вот самое опасное. Я здесь вспоминаю события, значит, в Иране, ко времени исламской революции, ко времени исламской революции к власти США пришел Джимми Картер. Этого Джимми Картера, он вообще стал более знаменитым после того, как он был президент, потому что он участвовал во многих мероприятиях, вообще и по характеру, и по своему президентству, он не был переизбран, он служил всего один срок, и может быть, именно потому, что он не был таким ястребом, он был мягким, и именно при нем администрация Соединенных Штатов Америки очень давила на, значит, Иран, а в это время в Иране у власти находился шах, и требовала от него всяких, ну, смягчений, 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 в результате это закончилось, значит, исламской революцией в Иране. То есть, я хочу сказать, что здесь, если, то есть, все, что вот написано в репорте, взять и постараться вот в один день в Азербайджане осуществить, я не знаю, что будет с Азербайджаном. Но здесь вот такое вот противоречие. Каждому отдельному человеку, каждому отдельному человеку, что именно упоминается в репорте, ему нет дела до вот этих глобальных вопросов, его и его близких интересует судьба этого отдельного человека. И здесь я вот хочу опять прийти к той роли, к которой играют западные институты, и в том, что происходит в Азербайджане и во многих других странах. Одно дело, искренне помогать демократии, помогать оставаться в стране. И здесь опять я вспоминаю свои встречи, я провел два исследования США, и вот в 2004-2005 году я встречался в Госдепартаменте, встречался в Конгрессе, и я никак не могу им объяснить, что вы вот пытаетесь в Азербайджане, чтобы развивать демократию, вы не будете рассматриваться в Азербайджане как так называемый брочер, да, честный брочер, пока вы не займете честную позицию в опросе по Нагорному Карабаху. Пока у вас есть 907-я поправка, пока вы преследуете свои узко, такие, нон-партии, да, вот свои, так сказать, цели, то до тех пор у вас, значит, ваши попытки не будут приводить к успеху. Поэтому вот отдельный каждый вот этот блогер, что имя упоминается в этом репорте, наверняка среди них есть патриоты, я это не исключаю, и я думаю, что может быть большинство из них даже патриоты. Большинство верующих, которые упоминаются в этом репорте, они на самом деле искренне верующие. Но когда вот какая-то большая очень сила начинает все это компоновать вместе, это из этого делать картину, которая выставляет страну в совершенно искаженном виде, то это уже становится вопросом национальной безопасности для страны. И включаются в действие органы национальной безопасности той или иной страны, в данном случае Азербайджана, и страдают те люди, которые, являясь патриотами, они в принципе хотят добра для своей страны, но они не понимают, не видят общей картины. Это очень сложная проблема, сложная ситуация. Я думаю, что вот после победы во второй Карабахской войне, особенно после восстановления полного суеверитета над всей территорией страны, и после таких выборов президента в Азербайджане, после которых легитимность власти очень высокая, абсолютно можно сказать, я думаю, что теперь у власти очень много рычагов, чтобы иметь более, скажем так, более мягкий диалог со страной, с общественностью. И я, честно говоря, замечаю это, это меня радует. Например, то, что Кубады Бадоглу арестованный был отпущен под домашний арест, это вот одно из этих проявлений. Я думаю, что будут и другие проявления. И, наконец, в репорте, к сожалению, очень много выпячивается то, что уже Азербайджан преодолел. Например, такая большая трагедия, трагедия для всего Азербайджана, как тартарское дело. Я знаком с этим материалом, читал эти, в общем, следил за всем этим. Это трагедия, понимаете, вообще в любой армии самой большой трагедией является, это этот сюжет, который я говорю, он был во многих фильмах, сюжетах, что когда появляется подозрение в предательстве, это самое плохое, потому что явных фактов нет, начинается поиск предателей, бесследование предателей, и в случае, вот это, к сожалению, это трагедия. Азербайджан преодолел это, Азербайджан отпустил невиновных, наказал, наоборот, виновных, это продолжается. Но выпячивание этого в репорте представления, как будто это не было сделано, так сказать, со стороны Азербайджана, это, значит, не очень хорошо. То же самое можно сказать о событиях в Союдлю. И в Союдлю тоже, так сказать, ситуация разрешилась, и государство приняло все миры для того, чтобы компания, которая там действовала, чтобы она приняла во внимание интересы людей. И, знаете, это очень трудный процесс. Если кому-то кажется, что демократизация может, так сказать, очень быстро наступить, в конце концов, с чем будет проводиться демократия? В стране должно быть определенное количество людей, которые находятся, работают в правоохранительственных органах, судах, государственных органах. И я скажу, что с моей точки зрения постепенно, постепенно, скажем, независимость судей повышается. Это видно. Значит, судьи начинают более объективно рассматривать. Но, конечно, эта работа должна быть усилена. Эта работа должна быть усилена. Независимость судей, в правоохранительственных органах должны проводиться тренинги, как обращаться, не нарушая закон, каким образом защищать интересы государства. Я хотел бы, чтобы с этой точки зрения мы все-таки разделили этот репорт на две части. На части, которая просто бросает грязь на имидж Азербайджана. Это непозволительно. И иметь в виду, что Соединенные Штаты – это та страна, которая, к сожалению, и года в год, она все более будет менее демократической. Это не зависит от Азербайджана. Это процесс, который идет... Все империи проходили через этот период. Они вначале, так сказать, несут с собой больше положительного, чем отрицательного, но постепенно-постепенно они скатываются вот это, к сожалению, к отрицательному. Спасибо. Спасибо большое за ваш развернутый ответ. Благодарю вас. Чингизмомедов независимый эксперт к нам подключался. Община Западного Азербайджана также осуждает злоупотребление Госдепартаментом США в своих политических целях такими высокими ценностями, как права человека, а также дискриминацию и предвзятость в отношении Азербайджана и азербайджанцев. Об этом говорится в заявлении общины по поводу очередного отчета Госдепартамента США правых человеком. Вообще не напомнили, что в этом году США попытались оказать давление на Азербайджан посредством подобных докладов, допуская такой же дискриминационный подход. Однако в докладе по Армении не затрагиваются факты таких массовых нарушений прав человека, как изгнание оттуда азербайджанцев, уничтожение их культурного наследия, недопущение их возвращения. Община еще раз призывает США уважать право на возвращение азербайджанцев, изгнанных из Армении. Петерсбергский климатический диалог, стартовавший сегодня в Берлине, создаст условия для жарких дискуссий между министрами из 40 стран по вопросам международной климатической политики в рамках подготовки КОП-29. В мероприятии принимает участие и азербайджанская делегация. Со всеми подробностями к нам подключается моя коллега Эльмира Мусазаде. Эльмира, добрый день. Добрый день. Что же можно сказать об основных направлениях этой конференции? Добрый день, Телли. Но основные конференции, в первую очередь, в целом нужно отметить, что эта конференция является своего рода первым шагом на пути к проведению КОП-29. В целом, это такая добрая традиция, которая сложилась еще с 2010 года. Инициатива проведения этого мероприятия, этих диалогов принадлежит Ангеле Меркель, это бывший канцлер Германии, которая как раз уделяла огромное значение вопросам климата. Именно при ней были приняты основополагающие решения в этой сфере, в этом отношении. И с тех пор это мероприятие, эти диалоги, они как бы предваряют основную конференцию КОП-29, которая считается самой престижной и в целом самой глобальной, самой масштабной в деле борьбы с изменением климата. Но здесь нужно обязательно отметить, что КОП-29 пройдет в Азербайджане уже в ноябре этого года, и подготовка идет полным ходом. И, конечно, азербайджанская делегация рассказывает про главные цели и стремления Азербайджана в рамках своего председательства в КОП в этом году. В том числе азербайджанская делегация не так давно побывала в Вашингтоне, где провела переговоры на самом высоком уровне. Также и сегодня здесь. Сегодня в Берлин приехали представители свыше 40 стран. И главная тема сегодняшнего именно мероприятия, сегодняшних диалогов, который состоит из нескольких панельных дискуссий, но в целом в первую очередь обсуждалась именно проблема финансирования. Об этом говорили в том числе и министры двух стран, которые как раз таки и председательствовали в сегодняшнем мероприятии. Они отвечали на вопросы журналистов и рассказали, почему так важно сегодня привлечь весь мир к тому, чтобы принимали участие, помогали, делали в том числе финансовые вложения в деле борьбы с изменением климата. Ведь то, что мы ожидаем увидеть через несколько десятков лет, некоторые страны, развивающиеся страны уже испытывают на себе сегодня. И это на самом деле очень серьезный вопрос, который волнует сегодня все человечество. Давайте послушаем, что рассказали министры на пресс-конференции. Азербайджан работает над долгосрочной стратегией. Это предусматривает соответствие определяемым на национальном уровне вкладам и их презентацию в конкретные сроки. Соответствующие структуры работают над тем, чтобы этот документ в скором времени был подготовлен и представлен. Если мировое сообщество в последующие шесть лет хочет снизить уровень выбросов, то уже сейчас нужно приступать к ускоренным действиям с привлечением технологий. Каждая страна должна представить новые амбициозные климатические планы, рассчитанные на инвестиции и благополучие. Поэтому здесь, на Петербергской конференции по климатическому диалогу, я создала альянс проводников перемен. Его участники верят, что экономическое развитие и забота о климате могут идти рука об руку. В целом, к сегодняшнему мероприятию все делегаты подошли с большой долей ответственности. Каждый стремится представить свою страну и рассказать о своих проблемах. Но есть что-то, что объединяет всех. Это стремление не допустить повышения уровня нагрева планеты выше полутора градусов Цельсия. И, судя по последним исследованиям, это будет очень сложно сделать, ведь уже прогнозируется, что этот уровень будет к 2030 году составлять уже 2 градуса Цельсия. Поэтому сегодня очень много говорилось и очень часто вспоминалось Парижское соглашение. В 2015 году оно было подписано многими странами, и также в рамках конференции КОП, которая проходила во Франции. И тогда многие страны согласились с тем, что нужно принимать объединенные усилия, что нужно выступать единым фронтом, ведь изменение климата не знает границ. И опять же, то, что мы можем ожидать через несколько десятков лет, уже сегодня довольно активно проявляет себя в некоторых странах. И развивающиеся страны как раз на себе первыми испытывают последствия изменения климата. Сегодня очень много говорилось, в том числе, про вопросы финансирования. Это не случайно, ведь одно из главных обсуждений в рамках КОП в прошлом году было функционирование фонда Loss and Damage. Этот фонд призван помогать развивающимся странам за счет вложений развитых стран, стран, которые как раз-таки выбрасывают больше всех СО2 в атмосферу. И таким образом развивающиеся страны могли бы получить надежду на плавный переход от тех веществ, от той промышленности, которая вредит окружающей среде, к полностью экологически чистой и устойчивой. Однако до сих пор, несмотря на то, что фонд был создан еще на КОП-27 в Шар-Май-Шейхе, до сих пор фонд не функционирует должным образом. И многие страны, в частности страны Африки, очень страдают от бездействия развитых стран, стран, которые сегодня играют лидирующую роль в диалогах по борьбе с изменением климата, лидирующую роль в проведении таких конференций. И, конечно, такая возможность пообщаться в рамках панельных дискуссий, в кулуарах. Это первый шаг на пути к тому, чтобы принимать какие-то решительные действия. Именно этого ждут от этой конференции, которая, я повторюсь, традиционно проводится в Германии. Ну и в целом, хотела бы пару слов рассказать о том, как Германия проводит свою зеленую политику, какие действия принимаются. В частности, страна активно поощряет использование тех видов транспорта, той промышленности, которая не вредит экологии, которая не производит много вредных выбросов атмосферу и облагает налогом те предприятия, ту промышленность, также те автомобили, к примеру, если говорить про гражданское общество, которые это делают, которые не являются экологически чистым и безопасным. Это один из таких шагов, которые принимает немецкое правительство, но он достаточно эффективен и позволяет Германии занимать лидирующую роль в зеленой повестке. И здесь также огромную роль играет то, что Германия старается отказываться от традиционных способов энергии и переходить на возобновляемые, на альтернативные. И как раз один из очень актуальных, очень острых вопросов, насколько резко нужно осуществлять этот переход, потому что есть страны, которые выступают за резкий переход, за полный отказ от традиционных источников энергии, есть же те, которые считают, что переход должен быть плавным и не вредить в том числе ни гражданскому обществу, ни различной промышленности. Но вот это одна из самых таких острых тем, которые сегодня в том числе обсуждается на полях петербургского климатического диалога. И он продлится еще завтра. И я уверена, что нас ждут еще более актуальные, еще более жаркие дискуссии. Хотя обычно традиционно принято считать, что вопрос о климате, вообще в целом климатическая тематика – это разговор о будущем. Но сопредседатели, те, кто проводит сегодня эту конференцию, стремятся сделать это не просто разговором о будущем, а принимать реальные шаги, реальные действия уже сейчас, для того, чтобы в будущем мы пожинали уже позитивные плоды. Спасибо, спасибо большое, Эльмира. Эльмира Моссазадай подключалась к нам из Берлина. Спасибо. На освобожденные территории возвращаются исконные жители этих земель, ведется активное строительство и восстановительные работы. Данные меры реализуются в соответствии с госпрограммой на 2022-2026 годы. Подробнее о восстановлении освобожденных территорий расскажет Эллад Мамедова. В рамках программы «Великое возвращение», охватывающей 2022-2026 годы, в Джабраильском, Губадлинском и Зангеланском районах будет создано три города, 24 деревни и пять поселков. Об этом заявил спецпредставитель президента Азербайджана на этих территориях. Согласно государственной программе, 40 тысяч человек вернутся в Джабраил, Губадлы и Зангелан на постоянное место жительства. Этот процесс будет осуществляться постепенно. В течение этих лет будет построен и сдан в эксплуатацию большой жилой комплекс из 712 квартир. Уже к осени часть квартир будет предоставлена в распоряжение жильцов. До 2026 года в Джабраил планируется переселение нескольких сотен семей. Начались строительные работы в посёлке Хоровлу Джабраильского района, в сёлах Махрузлу и Зеланлы Губадлинского района. В Зангелане также ведётся масштабное строительство. В городе возводится комплекс из 13 зданий. В селе Джахангирбейли Зангеланского района строятся дома, которые в скором времени примут первых жителей. Джабраил и Зангелан обладают большим потенциалом для развития солнечной энергетики. Учитывая это, компания BP планирует строительство подстанции мощностью 240 мегаватт. Также компания Nobel Energy и её партнёры намерены установить в Джабраиле солнечные электростанции мощностью 100 мегаватт. Наряду с планами уже есть и осуществлённые проекты. «После освобождения Карабаха и восточного Зангезура эти территории были объявлены зоной зелёной энергии. Все жилые дома, социальные учреждения. В целом, любые здания отвечают этим критериям. На крышах всех строений установлены солнечные панели. Кроме того, в Зангеланском районе уже действуют четыре малые ГЭС. Их общая мощность составляет 42 мегаватт». Также освобождённые территории обладают большим запасом водных ресурсов. В рамках запланированных проектов ожидается, что будут удовлетворяться потребности не только освобождённых территорий, но и других регионов Азербайджана. За годы оккупации почти весь лесной фонд этих земель был уничтожен. Сейчас в Карабахе и восточном Зангезуре идёт активная посадка различных пород, растений и деревьев. Из открытых источников стало известно, что в прошлом российский миллиардер Рубен Варданян, заключённый под стражу правоохранительным органом Азербайджана, по подозрению в совершении тяжких и особо тяжких преступлений против Азербайджана и азербайджанского народа, заключил соглашение с американской консалтинговой компанией. Об этом расскажет уже мой коллега Самир Кулиев, который также разбирался в этой теме. Самир. Здравствуй, Телли. Да, действительно, ситуация с Варданяном приобретает всё большую медийность, и на то есть причины. Действительно, такая компания, как Эдельман, заключила соглашение с семьёй Варданяна. Инициаторами, по всей видимости, являлась семья опального российского олигарха, если так его можно назвать. И, в общем-то, можно также констатировать, что вот эта компания, Эйдельман, она является одной из самых крупных консалтинговых компаний Соединённых Штатов Америки и одной из крупнейших компаний, которая осуществляет лоббистские услуги. Так вот, сразу же после сделки, которая, по всей видимости, стоила уж очень недёшево, появилась инициативная группа, которая выдвинула Рубена Варданяна на Нобелевскую премию мира. А спустя всего несколько дней после последнего сообщило, что он объявил голодовку. Данные инфоповоды сразу же появились на многих информационных площадках мира. Понятное дело, чтобы привлечь внимание. А затем состоялось интервью сына Варданяна американскому телеканалу CNN, в котором Рубена Варданяна изобразили просто ангелом во плоти, который будто и не финансировал терроризм на территории Азербайджана. Очевидно, что компания Эйдельман честно отрабатывает полученные за услугу деньги. Но насколько это нравственно и этично представлять интересы человека с очень сомнительной репутацией. От имени телеканала CBC я направил электронное письмо в указанную компанию с вопросами о том, не наносит ли вред деловой репутации компании пропаганда российского олигарха, который отличился в незаконных действиях, фактически терроризме, не только против Азербайджана, но и против Украины. Может ли террорист воспользоваться услугами этой компании? Каких условий для этого достаточно? Ответа пока не поступило. Предполагаю, что в ответе будет отсылка на презумпцию невиновности, мол, приговора суда, поступившего в законную силу, пока еще нет. Однако не стоит забывать, что в юриспруденции есть и такой очень важный термин, как общеизвестные обстоятельства. А в данном случае так и вообще обстоятельства. Ни одно, ни два, десятки фактов правонарушений, которые не увидеть просто невозможно. Что касается обращения народных депутатов Украины в адрес Нобелевского комитета, действительно, 18 депутатов Верховной Рады выступили с протестом против выдвижения Рубена Варданяна на Нобелевскую премию мира. Как напоминают украинские законодатели, в своем обращении под красноречивым заголовком «Украина против выдвижения преступника Рубена Варданяна как номинанта на Нобелевскую премию мира» 23 апреля 2023 года служба безопасности страны включила Рубена Варданяна в базу данных «Миротворец». В обращении депутатов указывается, что Варданян финансирует и поддерживает войну против Украины. Также украинские депутаты указывают, что в 2022 году 46 членов Конгресса США призвали ввести персональные санкции против Рубена Варданяна. В 2019-м 22 депутата Европарламента выступили с инициативой ввести санкции против Варданяна как одного из соратников Кремля. Нам удалось связаться с одним из инициаторов обращения в Нобелевский комитет, депутатом Верховной Рады Украины Юрием Камельчуком. Давайте послушаем, что сказал народный избранник. Украинский парламент был в шоке, когда увидел среди номинантов на Нобелевскую премию мира Рубена Варданяна. Мы прекрасно понимаем, что этот человек финансировал российскую армию, которая воюет против Украины. Все эти вещи прекрасно понимают в Европарламенте, поэтому соответствующие депутаты Европарламента подавали против него заявление. В Конгрессе США голосовали за санкции против него. Он точно не достоин этой премии и таким способом Россия точно не должна добиваться отбеливания репутации своих преступников. Поэтому мы обратились в Нобелевский комитет для того, чтобы отменить кандидатуру этого номинанта Рубена Варданяна на премию мира. Конечно же, ждем реакцию. Как мы видим, действиями Рубена Варданяна очень недовольны и в Украине. И, в общем-то, та тенденция, которую мы наблюдаем, она ничего хорошего не сурит, но, тем не менее, ничего хорошего не сурит именно самому Варданяну. Дело в том, что, да, действительно, его сейчас будут поддерживать и поддерживают небезызвестная Саманта Пауэр. Его поддерживает определенная узкая часть населения Армении, которые проводили митинг в его защиту, собственно, непосредственно после его задержания в 2023 году. И вот накануне стало известно, что еще один очередной подобный митинг был произведен в Ереване. Но, тем не менее, опять же, человек, который вроде как отказался от российского гражданства, я как юрист сомневаюсь в этом. Почему? Потому что все-таки эта процедура занимает как минимум полгода, а после объявления о том, что он намерен выйти из гражданства, буквально через месяц, как мы помним, поступило сообщение, что он уже не гражданин России. И, в общем-то, и очень сомнительно выходить из гражданства России в пользу гражданства какого-то, так скажем, несуществующего государства, преступного режима, то есть у которых даже и паспортов-то и не было никогда. А сейчас, тем более, уже вот этого вот бандитского преступного режима и вовсе не существует. Поэтому это, конечно, очень все сомнительно. И это, конечно, была махинация тогда, махинация Рубена Варданяна. И сейчас мы видим очередную махинацию, где он пытается обвести вокруг пальца, видимо, весь мир. Он и его родственники пытаются показать его неким действительно таким вот ангелом, который ничего плохого якобы не совершал. То есть мы сейчас даже не будем вспоминать про те преступления, которые совершались в финансовой сфере. И есть десятки, сотни эпизодов в период его, так скажем, пребывания в России. И, в общем-то, это на то есть журналистские расследования, которые еще никак ни кем не опровергнуты. Но, опять же, то, что он натворил на территории Азербайджана за небольшой период пребывания здесь, это и незаконное пересечение границы, и финансирование вооружения вот этого вот преступного режима, это, конечно, уже, так скажем, как минимум вот эти несколько статей ему аукнутся. Но, повторюсь, ничего хорошего из вот этой вот всей ситуации для Варданяна не выйдет, ничего не получится. Максимум, что он может получить, какую премию, так это премию Аврора, которую, собственно, он сам и учредил. И именно поэтому это максимум, на что он может претендовать. Ни о какой премии мира, Нобелевской премии мира, я думаю, что никто никогда в европейском сообществе не подпишется, потому что уж очень много сомнительного за спиной у этого человека. Тали, у меня на этом все. Спасибо большое, Самир. Да, действительно, непонятно, за какие такие заслуги армянского бизнесмена выдвигают на самую престижную премию мира. Ну, спасибо. В соответствии с планом подготовки на 2024 год, в азербайджанской армии продолжаются учения с целью поддержания высокого уровня боевой подготовки. Руководящий состав Министерства обороны понаблюдал за ходом учений, проводимых в общевойсковых учебных центрах. Прибыв на командный пункт управления, развернутый в полевых условиях, генерал-полковник Закир Гасанов заслужил доклады командиров и штабных офицеров о решениях, принятых в ходе проведения операций на карте. В ходе учения основное внимание уделяется дальнейшему совершенствованию навыков оперативного принятия решения командным составом. Закир Гасанов положительно оценил ход учения и дал соответствующие поручения должностным лицам по более качественному проведению мероприятий по боевой подготовке с учетом современных методов введения боя. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok В освобожденном от оккупации селе Малыбейлих от Жалинского района обнаружены человеческие останки в ходе работ по реконструкции и благоустройству территории. Об этом говорится в совместной информации Генеральной прокуратуры, Азербайджан и Госкомиссии по делам пленных, пропавших без вести и заложников. В ходе следственных мероприятий было установлено, что обнаруженные останки принадлежат как минимум шести лицам. В настоящее время с участием судебно-медицинских экспертов и специалистов на территории продолжаются поиски останков. По факту в Управлении криминалистикой информационных технологий Генпрокуратуры проводится расследование. Общественности будет предоставлена дополнительная информация о результатах. Азербайджан становится все более привлекательной для инвестиций страной. Сегодня в Баку также состоялся Азербайджано-Венгерский бизнес-форум. В каких сферах страны намерены развивать взаимодействие, узнаем у моей коллеги Медины Курбановой. Медина, добрый вечер. Добрый вечер, Телле. Отмечу, чтобы обсудить совместные бизнес-идеи, в Баку прибыли представители более 50 венгерских компаний. Ну а все подробности в экономическом выпуске. В Венгрии и Азербайджан укрепляют дружественные отношения и расширяют сотрудничество в различных сферах, включая экономику и энергетику. Актуальные для двух стран вопросы обсудили на прошедшем сегодня в Баку, в 10-м заседании Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству. Подробности в сюжете Сабины Мурадовой. До конца 2025 года планируется завершение венгерской кампании восстановительных и реконструкционных работ в поселке Султанлы Джабраильского района. Об этом заявил на 10-м заседании Совместной комиссии по экономическому сотрудничеству между правительствами Азербайджана и Венгрии Сопредседатель, министр иностранных дел и торговли в Венгрии Петер Сиярта. Компания заново перестроит весь поселок. Уже начато строительство общественных мест. К концу будущего года планируется завершить работу по восстановлению и реконструкции. Кроме того, Венгрия и дальше готова участвовать в восстановлении Карабаха. Азербайджан и Венгрия являются друзьями и стратегическими партнерами, а отношения между двумя странами основаны на ценностях, а не на ожиданиях. Есть хорошие темпы роста товарооборота между нашими странами. По сравнению с соответствующим периодом 2023 года, товарооборот в январе-феврале 2024 года вырос на 0,4%. Венгрия разрабатывает план своего участия в реконструкции и восстановлении Карабаха. К ноябрю этого года данный план будет завершен, и будут определены отрасли, в которых могут участвовать венгерские компании. Потенциал сотрудничества между двумя государствами очень высок в разных секторах, указал венгерский министр. В свою очередь, сопредседатель с азербайджанской стороны, министр труда и социальной защиты Сахиль Бабаев, отметил, что развитие отношений Азербайджана и Венгрии поддержало подписание в прошлом году Декларации о расширенном стратегическом партнерстве, а также ряда других документов. Торговые отношения между Азербайджаном и Венгрией развиваются, но их уровень не в полной мере отражает потенциал. Наши страны широко сотрудничают в торговой, энергетической, гуманитарной и других сферах. Кроме того, между Азербайджаном и Венгрией налажен сильный политический диалог. Высокий уровень связи между Будапештом и Баку открывает возможности для наращивания энергетического сотрудничества между двумя странами, указал венгерский министр. По словам Сиарта, война в Украине показала, что хорошие контакты между Венгрией и Азербайджаном имеют важное значение в вопросе энергоснабжения. По итогам сегодняшнего заседания принято несколько решений. Одно из них — это планы по углубленной проработке вопросов транспортировки природного газа и нефти. Мы расширяем наше нынешнее партнерство за счет диверсификации поставок энергоносителей. Наша позиция заключается в том, что мы ищем ресурсы в юго-восточном направлении, то есть в таких странах, как Азербайджан. Мы также намерены увеличить поставки газа из Азербайджана, а азербайджанская нефть станет неотъемлемой частью энергетической системы Венгрии. Отмечено, что Венгрия прилагает много усилий для развития партнерства с Азербайджаном. Создан фонд для поддержки инвестиций в регионе в размере 50 миллионов долларов. Петер Сиарта призвал поощрять азербайджанские компании, как Венгрия поощряет собственные, а также продолжать поддержку проектов, которые могут быть профинансированы из средств фонда. Таким образом, контакты двух стран выходят на новый уровень. «Азербайджано-венгерское сотрудничество находится на самом высоком уровне. Мы видим это во всех сферах. Венгрия была вместе с Азербайджаном в период после оккупации и освобождения территории республики. Помимо этого, расширяется сотрудничество в энергетике между Азербайджаном и Венгрией. Развиваются инвестиционные отношения. Сегодня пройдёт бизнес-форум, в котором примут участие около 60 компаний обеих стран. Это будет способствовать дальнейшему расширению деловых связей». На заседании Межправкомиссии также было объявлено, что завод венгерской группы компаний Hell Energy в свободной экономической зоне Алят будет введён в эксплуатацию в 2025 году. При инвестициях в 211 миллионов долларов его производственная мощность составит 700-800 миллионов единиц алюминиевых банок для напитков в год. Проект стал первой крупной инвестицией в неэнергетический сектор экономики Азербайджана. В то же время одна из крупнейших фармацевтических компаний в Венгрии готова выпускать в Азербайджане до 19 видов продукции. По итогам заседания между правительствами Азербайджана и Венгрии были подписаны документы. Сегодня также состоялся Азербайджанно-Венгерский бизнес-форум. В мероприятии приняли участие более 50 компаний, занятых в водном хозяйстве, аграрной сфере, ИКТ, здравоохранении, автомобильной промышленности, фармацевтике, строительстве, финансовом и другим секторах. Бизнесмены обсудили идеи развития торговых и инвестиционных отношений. Между странами проведены B2B-встречи. Для развития экономических отношений между Баку и Будапештом регулярно проводятся бизнес-форумы и деловые встречи. В стороны уже провели около 20 таких мероприятий. Выступая на очередном Азербайджано-Венгерском бизнес-форуме, министр труда и соцзащиты Азербайджана Сахиль Бабаев подчеркнул, что подписанное в прошлом году совместная декларация о расширенном стратегическом партнерстве вывела отношения между двумя государствами на новый уровень. За первые два месяца 2024 года товарооборот между странами вырос более чем на 40%. Наши экономические связи расширяются по всем направлениям. Энергетическое сотрудничество многогранно. Сегодня азербайджанская нефть экспортируется в Венгрию. С этого года уже начались поставки азербайджанского газа в эту страну. У нас есть контракт с Венгрией на поставку 100 миллионов кубометров газа. И объем его поставок серьезно увеличится. В этом направлении активно идут обсуждения. Отмечено серьезное развитие отношений в различных секторах экономики, включая энергетику. Положительно оценена деятельность соответствующей рабочей группы. Внимание было уделено и возобновляемой энергетике. Так открываются перспективы для экспорта зеленой энергии из Азербайджана в Европейский Союз. Я с гордостью могу отметить, что у нас с Азербайджаном успешны стратегические связи. Наше партнерство обеспечит нам энергетическую безопасность и в дальнейшем. В будущем зеленая энергия станет транспортироваться в Европу. Этот подводный проект довольно многообещающий. Дружба между двумя странами показывает, что больше нет темных моментов. Мы получаем взаимную выгоду друг от друга. Исполнительный директор Аспрома Юсиф Абдуллайва знакомил участников форума с инвестиционным потенциалом Азербайджана и льготах, созданных для инвесторов. Мы также договорились запустить совместную программу для расширения нашего торгового сотрудничества, а также обмена опытом между агентством по поощрению экспорта и инвестицией Аспрома и венгерским агентством по продвижению экспорта ХЭПа. Я уже давал эту информацию в своем выступлении, но тем не менее, я хотел бы еще раз сказать, что согласно рейтингу издания Financial Times, дополненном FDI Intelligence, Баку занимает третье место среди городов с самыми высокими темпами роста прямых иностранных инвестиций в 2023 году. Я думаю, что это еще одно свидетельство большой важности вопросов, которыми мы занимаемся. Мы заинтересованы видеть все больше и больше компаний с точки зрения привлечения инвестиций и присутствия ваших продуктов и услуг здесь, в Азербайджане. Азербайджано-венгерское стратегическое партнерство является основой для дальнейшего развития и укрепления экономических связей между двумя странами. Активное взаимодействие бизнес-сообществ способствует росту взаимной торговли и инвестиций, создавая новые возможности для роста и процветания. Нармина Хамбабаева, Сабина Муратова, Рамиз Меришли, Си-Би-Си. Это были наиболее актуальные новости экономики к этому часу. Телли. Спасибо большое, Медина. К этому часу у нас пока все. До встречи в вечернем выпуске. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова